Некоторое время назад я ввел такую рубрику «Необычные продукты, необычные ингредиенты». Вы видели ролик про ежей. Очень познавательный, интересный, на мой взгляд. Ну а как иначе я буду расширять ваш гастрономический кругозор. Устрицы почему-то не зашли. Видимо, редкий продукт, который просто так не купить. Сегодня я расскажу про еще один продукт, который купить можно вообще везде. Во всех крупных сетях он стоит. Это мой любимый продукт. И когда я с ним познакомился, это было, не знаю, 15 лет назад или что-то вроде того, я подумал, какой интересный продукт, который можно использовать в качестве быстрого перекуса или, например, как поставщика быстрого и небольшого количества белка для жизнеобеспечения. Потому что я же не всегда был женатый, я тоже вел холостяцкий образ жизни и, несмотря на это, готовил всегда. Вот. Значит, это мясо криля. Вот так выглядят банки. Вот такая банка, такая банка, квадратная. Суть в чем? Это самая мелкая антарктическая креветка, которую вылавливают промышленным способом для еды. Для всевозможного корма, переработки вылавливают различное количество похожих креветок. Но для поедания, вот это, наверное, одна и единственная. Содержит массу всяких. Тут даже, видите, специально для вас написано, специально. Омега-3, значит, здоровье, натурпродукт, дикая вещица. Но самое главное, что это вкусно. Это вкусно. И если вдруг вы все-таки решились, вернее, я решился и подумал, знаете, надоело мне, не хочу готовить простую еду, хочу сложную. Хочу приготовить вкусный, классный и интересный салат. С мясом криля, как раз. Ну, то есть креветка, мелкая креветка, которая есть реально во всех магазинах. Криль есть везде. Ну, вот в Ашане, Дикси, Пятерочки. Если вдруг нету, значит, его весь раскупили и съели. Мы очень часто, вернее, вы очень часто ходите по магазинам и жалуетесь на то, что я использую перо из жопы совы. Ну, хорошо, да, просто вы не обращаете внимания на то, что лежит на полках. Я всегда рекомендую, на всех мастер-классах, везде говорю, тратьте время в магазине не 30 минут, а 40, 10 минут. Просто наблюдайте, бродите по магазину и смотрите, что стоит на полках. Вы реально для себя столько много всего интересного откроете. Красный лучок, одну столовую ложку, да, у нас где-то по объему. Красиво мелким кубиком нарубили. Картофанчик отварной, мелким кубиком примерно такое же количество. Для салатов я картошку немножечко недовариваю, для того, чтобы она потом прекрасно могла нарезаться. Если картошка будет переварена, вы мало того, что ее не нарежете, мучиться будете, превратите ее в кашу. Хотя, с другой стороны, можно использовать это как бонус. На основе толченого картофеля можно сделать соус. Теперь укроп. Значит, не развязывая, ополосните укропчик. И просто мелкими колечками нарежьте стебли. Только стебли. Тоже примерно где-то чуть больше столовой ложки. Но здесь все по вкусу. Все размеры условны. Огурец. Огурец свежий, ароматный. Вместе с серединкой. Тоже кубиком. Оп. И все сюда. Стебли кинзы. Не любите стебли кинзы? Значит, добавляйте туда какую-нибудь петрушку. Не нравится петрушка? Не добавляйте вообще ничего. Добавляйте стебель сельдерея. Или можете добавить туда небольшое количество мелкорубленной свежей капусты. Только капусту молодую берите, чтобы у вас кубики были маленькие. Потому что у старой капусты лист толстый. Кубики будут огромные. Так, пока что откладываем. Значит, стебли кинзы. Сюда. Авокадо. Эхей, авокадо. Стоять. Ух ты. Авокадо мягкий у нас. Эх. Ладно. Как, неожиданно, да? Все такие, типа, ну, авокадо обычно твердый. И все ругаются, что, мол, типа, авокадо твердый, а должен быть мягкий. А тут мягкий. И я такой расстроился, типа, блин, нарезать его неудобно будет. Ну, неудобно, значит, неудобно. В принципе, можно, конечно, постараться его нарезать. Но будет не то, что хочется. Все равно оно будет при перемешивании созрело. Лежало. Даже перезрело местами. Прекрасно. Авокадо сюда. Яичко отваренное. Конечно же, без скорлупы. Значит, если не хотите запариваться, варите 10 минут. Таймер ставьте. Будет у вас с легким, зеленоватым оттеночком. Я варю всегда 7 минут, чтобы желток не темнел и оставался еще нежным. Таким нежно-желтым. Что только с яйцами не делают. Китайцы, например, вы знаете, да, что есть такое тысячелетнее яйцо называется. Берут утиные яйца, обмазывают глиной с высоким содержанием щелочи и оставляют на 3 месяца. Вот смотрите, видите, 7 минут. Внутри он еще чуть-чуть такой мягенький, желточек. А с краю еще не посинел. Видите, какой цвет у него прекрасный. Так вот, тысячелетние яйца. Три месяца, значит, их держат, а потом моют и продают. Они становятся черного цвета. Их не варят, а просто сырами так. Щелочь вытягивает там все какие-то определенные элементы. Что-то происходит на химическом уровне. И яйцо становится, белок становится полупрозрачный, такого черного цвета. А желток становится серого, такого цементного цвета. Ну, честно признаться, тухлая история. Хотя не воняет тухлятиной, потому что щелочь не дает проникать бактериям и грибам. И поэтому глубокая ферментация, она получается не в ходе гниения, а в ходе каких-то других химических процессов. Значит, далее у нас получается такая история. Они очищают его, и если светом посветить, например, обычно телефон включаешь фонариком, белок, он такими снежинками, там прям видны внутри белка такие снежинки. Что происходит, значит, почему образуются снежинки, я не в курсе. Но об этом что-то не особо написано. Видимо, историки, вернее, химики там и люди, которые занимаются изучением процессов, не занимаются изучением процессов, происходящих в тысячелетнем яйце при ферментации. Но при всем этом, значит, его очищают, разрезают на дольки, дают хорошенечко отдохнуть, ну, то есть проветриться. И приправляют соусом, который состоит из соевого, потом рисового уксуса, большого количества чили и обязательно чесночка. Соус должен быть острый. Заливают этим соусом с нарубленными овощами и дают еще помариноваться этому яйцу в тарелке. Потом ставят китайцы, например, большие поклонники такой штуки. И люди, кто занимается китайской кухней, кто увлекается китайской кухней, они, конечно, тоже, вот, значит, недавно на фестивале Селигерский рыбник как раз наш друг и соратник Дима Журавлев привез тысячелетние яйца. С первого раза, конечно, так в рот его засовываешь, ты понимаешь, что у тебя вот рецепторы ухо-горло-нос ловят вот этот вот немножко такой приторный, как бы это правильно сказать, такой тошнотворный вкус. И такие, потом раз его обратно немножко, потом он опять, раз обратно. Но суть в том, что с третьего раза уже более-менее ты понимаешь, что, ну, неплохо было бы. Значит, заправка к салату. Давайте так, будем ориентироваться на одну столовую ложку майонеза кинку, корейский майонез, который вообще идет в суши. Значит, заправку делаем, одна столовая ложка майонеза корейского. Про перья заговорили из жопы совы, так вот это тоже. В азиатских магазинах есть везде. В вашем случае это может быть просто обычный майонез, там, на перепелином яйце, но только с низкой ароматикой. Значит, сюда добавляем табаско. Ну, табаско-то у всех есть. Я уж уверен. Три, четыре, пять. Покрепче люблю. Поярче вкус, чтобы был. Обязательно черный перец. Вот теперь крышка от черного перца в заправке. Ворчестер. Много пишут, что не могут найти. Блин, в Красноярске был, в Новосибирске был. Где только не был, есть везде. Поищите. Значит, одна столовая ложка ворчестера. Обязательно, прям, несколько капель трюфельного масла. Оп. Пишите, пишите комментарии. Я это... Давайте. Эх, сказал же, что будет сложный рецептик. Значит, криль имеет воду. Ну, то есть, когда его сюда упаковывают, потом он проходит термообработку. Выделяется сок. Вот этот сок нельзя никуда выливать и выкидывать. Его нужно частями подливать вот сюда. И на основе майонеза, сока криля и всех остальных ингредиентов, которые у вас есть в холодильнике или дома, нужно сделать вот такую вот заправочку. Значит, криль отличная альтернатива крабовым палочкам. Стоит чуть дороже, чем крабовые палочки. Ну, потому что крабовые палочки делаются из шлака, из какого-то. Ничего общего там с креветками и крабами они не имеют, кроме красно-белой цветовой гаммы. То криль самый-самый, что ни на есть, натур продукт, который я лично ни с чем не смешиваю, а ем просто так из банки. Смотрите, я не знаю, честно признаюсь, я не представляю, как можно такую мелкую креветку очистить. Но она прям реально очищенная. Вот такая вот фактурка. Все. Теперь эту баночку, вернее, ее содержимое, выгружаем вот сюда. Оставшийся сок пусть остается в баночке. Аккуратно перемешиваем. Картофанчик расходится у нас. Так, немножко масла. Немножко оливкового масла. Взбиваем оливковое масло тонкой струйкой, вводя его. Заправочка получается жиденькая, такая, сочная, нежная. Любите погуще? Мазика туда побольше, да, чуть-чуть, раз, будет густо. В моем случае заправка должна быть максимально жидкая. Черный перец чуточку сюда. И мне еще здесь понадобится соль. Значит, с солью аккуратно, потому что у нас здесь все соленое. Криль соленый. Криль вкусный, потому что соленый. Так, теперь пару ложек заправки. Смотрите, так, чтобы... Вот кусочек криля. Так, чтобы хватало. Интересно, а почему я так раньше не делал? Смотрим. Маленькая. На два размерчика больше берем. Еще больше. Отлично. Вот так и сделаем. Слегка вот так вот, знаете, подмешиваем для того, чтобы... Крахмал от картофана... Дуся, перестань, я понимаю, что вкусно пахнет. Ну, ты че, блин, собака? Чтоб крахмал от картофана и авокадо завязали. Так сказать, жидкость. Яйцо тоже желточек завязывает. В общем, аккуратно выкладываем салат с крилем вот сюда. По вкусу почему-то он получился просто какой-то невероятно вкусный. И самых простых продуктов. За исключением... За исключением... Первое из жопы совы. Это первое из жопы выхухоли. А это... Даже боюсь предположить, что это. Придерживаем. Значит, вот сюда выкладываем. Аккуратно прижимаем, чтобы у нас там все склеилось. Ну, что-то не склеится, но и ничего страшного. Опа! Ну, а что, неплохо. У-ху! Так-так, подождите. Куда это огурец пошел? Далее у нас украшалка. Немножко всякой зеленухи. Немножко кинзульки. Немножко... Гороховой листвы. Что у повара в холодильнике нашлось. Всякая микрозелень. Знаете, вот вы говорите. Вот мы там этого найти не можем. А я-то шеф-повар. Мне-то куда деваться? Куда мне из холодильника выкидывать вот это все? У меня что-то это все есть. Дуся у меня уже стала старенькая. Ей. Значит, третьего года. Значит, в этом году девятнадцатый... Это шестнадцать лет. В декабре этого года Дусе исполнится. Она уже не видит, не слышит. Поэтому я ей говорю. Дуся, перестань мычать. Это я так, сам с собой. Для украшательства красненького добавляем. И все готово. Я не буду разрушать вот это прекрасное произведение моего гастрономического сознания. Я прям из тазика. Это можно. Вы знаете, я каждый раз размышляю, что в стеблях от зелени гораздо больше вкуса. И вот в подобного рода салатах, я их называю все одним всеобъемлющим словом оливье, стебли получаются хрустящие и не портят внешний вид, потому что если вы траву туда нашинкуете, у вас все будет зеленое. Да, икриль совершенно простейшим образом заменяет креветку крупную. Потому что в банке-то нет ничего, кроме соли и креветки. Ну, то есть это и есть креветка. Я такие салаты редко делаю, поэтому мне очень нравится. Но самое главное, у вас должен быть вкус, мера вкуса. Соль, нюансы, вот эти вот. Все должно быть вкусно. Каждый ингредиент должен быть вкусный. И тогда все вместе превращается в простое праздничное блюдо. Приятного аппетита! До новых встреч!